Все началось с появления в семье видновчанки и акушерки видновского перинатального центра Ольги Брызгачевой, любимых внуков Алисы и Георгия. Каждый момент чем-то хотелось сохранять, и была в детском садике у них фотосессия. И я смотрела эту фотосессию и понимала, что они были в таком вот цвете, и мне прям захотелось воспроизвести именно куклу-внучку. Так 8 лет назад появилась на свет самая первая кукла Ольги – Алиса. И завертелось. Мягконабивные большеножки, куклы из глины, ваты – сейчас у мастерицы собралась уже довольно обширная коллекция. У многих из них есть имена. Это Никифор. Это Прохор. Кто там обминает? Вы? Я. Почему-то мне так хотелось, чтобы их так звали. Это тоже лепленная игрушка. Она карамелька. Такие авторские рукодельные игрушки невозможно скопировать. На выходе получается уже совсем другая кукла, уверяет Ольга. Поэтому она принципиально не продает их и редко дарит. Они для нее как дети. Впрочем, регулярно приносят показать коллегам. Каждый раз принять себя на работу куклу очередную. Полный восторг. Хочется поиграться, несмотря на возраст. Вспоминаешь детство. То есть, он немножко, скажем, частичку детства приносит. Человек, он очень хороший. Вот даже можно посмотреть на эти работы. Вот плохой человек этого всего не сделает. Это надо сколько иметь души. Это надо сколько иметь вообще вот... Я даже не знаю, как сил, таланта. Также Ольга увлекается новогодней игрушкой. Старается каждому празднику смастерить что-то новенькое для елочки. Из атласных лент, шерсти, ваты или фетра. Когда мы были маленькие, у нас были все время стеклянные игрушки на елку. И нам почему-то все время запрещалось их очень трогать, что там разобьете все. И когда вот родилась внучка, мне показалось, что как же так, подходить нельзя трогать. И я начала ей шить игрушки из фетра. Несмотря на то, что куклами Ольга увлеклась не так давно, рукоделием она занимается всю свою жизнь с самого раннего детства. Все благодаря семье. Дедушка, он народный художник. Так что мы все время с ним рисовали. Он нас привычал там видеть мир по-другому. Мамы вязали, шили. Бабушки также еще вышивали. Я могу вышивать и гладью, и крестиком. Ну как-то мы все время руки были как-то чем-то заняты. В Винненском перинатальном центре Ольга Брызгачева трудится уже более 30 лет. Работу свою очень любит. Но каждый раз с нетерпением спешит домой, чтобы снова погрузиться в волшебный мир творчества. Уже несколько месяцев она создает свою первую шарнирную куклу. А коллеги с нетерпением ждут знакомства с очередным рукотворным шедевром. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНОТВ.